Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Кокорина. И главное в этом выпуске. Опасно для жизни. Почти 80% газовых баллонов в домах людей непригодны для использования. В регионе запускают масштабную замену емкости для голубого топлива. Не рассчитали силу. Из-за взрыва на РТШ пострадали люди. Тариф на воду в шести районах больше не будет расти. В регионе запустили современную насосную станцию. Проверят и спорткомплексы. Учебные эвакуации пройдут в бассейнах, тренажерных залах и легкоатлетических манежах региона. Морозы не отступают, а мечей ждут зимние выходные с температурой в минус 25 градусов. Уникальный очиститель воды от нефти, из детского конструктора и на солнечной батарее. Мы с помощью этого сможем плавать по морям, чтобы забирать нефть и ее перерабатывать. Юные инженеры озадачились экологическими проблемами и изобрели решение. И конец одиночеству. Омскому самцу капибары привезли невесту. Малообеспеченным семьям компенсируют часть затрат на покупку новых газовых баллонов. Такое поручение дал зампред правительства региона Сергей Фролов. Тема обсуждали на совещании в областном Минстрое. Масштабное обновление баллонного парка в регионе не проводилось более 20 лет. В итоге 80% емкости для голубого топлива сейчас непригодны для использования и даже опасны. Областная газовая компания уже закупила 5000 новых баллонов, но этого недостаточно. Более того, далеко не все жители районов могут позволить себе купить баллон за 2000 рублей, в связи с чем Сергей Фролов и распорядился найти возможность сделать скидку за счет местных бюджетов. Кроме того, он в ближайшее время намерен встретиться с генеральным директором газовой компании, чтобы обсудить различные варианты поддержки малообеспеченных граждан. Напомню, основные поставщики газонаселению в регионе это Омсгоргаз и Омская областная газовая компания. Только они вправе заправлять баллоны голубым топливом, а также обменивать старые емкости на новые. На РТШ в Казахстане устроили мощный взрыв. В ближайших домах выбило стекла и пострадали люди. Все произошло в казахстанском городе Семея, здесь рабочие подорвали лед. От ударной волны в трех девятиэтажках и одном пятиэтажном доме выбило окна. Несколько человек получили травму, в основном люди порезались о разбитые стекла. Взрыв устроили, чтобы освободить реку от ледяных заторов. В Семея уже подтопило 76 домов, 7 дачных участков и детский лагерь. Эвакуированы почти 300 человек. Опасность подтопления существует и в Омской области. Сегодня стало известно, что почва в регионе в этом году промерзла почти в пять раз сильнее, чем в прошлом. При резком потеплении и интенсивном снеготаянии вода может залить некоторые районы области. Самую серьезную опасность весеннее половодие может представлять для поселка Затон в Черлакском районе. А в Омске весной Иртыш регулярно топит набережную. Между тем в Омске готовятся к весеннему паводку, связанному со скорым таянием снега. По всему городу чистят ливневые канализации. В порядок уже привели почти 30 километров коммуникаций, промыты трубы и колодцы. Их в городе почти три сотни. Всего же на полигоны уже вывезли 700 тысяч кубометров снега. По прогнозам специалистов, через 10 дней наступит так называемая астрономическая весна. Ее в регионе ждут с 9 апреля. В это время на улице все активно начнет таять. А значит, должны быть готовы руководители учреждений, а также частные домовладельцы. Со своих территорий необходимо вывести снег и подготовить водоотводы. К возможному разгулу стихии начали готовиться и омские медики. В сезон паводка и лесных пожаров районы области готовы выехать 120 бригад скорой помощи. В распоряжении медиков вездеход и вертолет для эвакуации людей из труднодоступных сел. При необходимости госпитализировать готовые до тысячи человек. В больницах созданы дополнительные места. Есть уже и запас необходимых лекарств. Подготовлены также списки пациентов, нуждающихся в первоочередной эвакуации из мест подтопления. В основном это женщины на поздних сроках беременности и больные с хроническими заболеваниями. Также в отдаленных поселениях почти 100 человек местного населения прошли подготовку по оказанию первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Их обеспечили специальными комплектами для оказания медицинской помощи и средствами связи. Тарифы на воду расти не будут. В Таврическом районе после модернизации запустили автоматизированную систему управления насосной станцией. Она обслуживает 6 районов. На реконструкцию объекта выделили больше 3 миллионов рублей. Подобные установки есть всего на 10 насосных станциях в регионе. Современное оборудование позволит практически полностью исключить человеческий фактор и в разы снизить аварийность на объектах. Кроме того, теперь управлять установкой можно дистанционно, а значит быстрее решать возникшие неполадки. Но самое главное, система позволяет существенно экономить. После запуска на треть снизятся затраты на электроэнергию и потери. Сэкономленные средства пойдут на ремонт изношенных водопроводных сетей. Удастся и сдержать рост тарифов на воду. Большая работа проводится в части модернизации. Данный подъем обеспечивает практически 6 районов водой. Те нагрузки, затраты по электроэнергии, это все же ложится в тариф. И самая главная задача, что губернатор ставит, это снижение тарифной составляющей. Данное мероприятие как раз одна из цепей в этой решении задач по снижению тарифа и всех остальных затрат, которые несет предприятие. Внеплановые проверки пожарной безопасности пройдут во всех спорткомплексах региона. Соответствующее распоряжение дал глава Минспорта Дмитрий Крикорьянц. По его словам, не нужно ждать, когда надзорные органы назначат проверки. Необходимо уже сейчас принять все меры для обеспечения безопасности людей. И главное, проконтролировать, насколько сотрудники готовы к действиям в чрезвычайных ситуациях. Добавлю, что в планах регионального МЧС отработать эвакуацию пока в двух учреждениях. Это недавно открывшиеся спорткомплексы на Конево и Дианово. Омские школьники демонстрируют чудеса инженерной мысли и робототехники. На прошедшем технологическом фестивале «Професс» награды завоевали сразу четыре команды из нашей области. В число победителей вошел дуэт юных конструкторов Артема Фадина и Богдана Яблочкина. Причем, в отличие от многих конкурентов, школьники выступили перед жюри не с идеей создания очередного робота, а с конкретным макетом и предложили построить по его подобию корабль-чистящих, способный переработать залитую нефтью морскую воду в кристально чистую. Анатолий Соколенко расскажет подробнее. Восьмилетний Богдан Яблочкин и семилетний Артем Фадин – инженеры со стажем. Уже второй год они создают шедевры технической мысли из детского конструктора. Одна из последних работ – корабль-уборщик. Мы выбрали тему «Очиститель воды от нефти». Почему так? Потому что ребята настаивали на том, что они хотели сохранять жизни живых существ. Ребята подходят к серьезной проблеме своего юного возраста. То есть сохранение жизни рыб, сохранение жизни людей – это достаточно проблема для взрослых такая. Они решили к ней подойти. В этом, я считаю, необычность и интерес. Корабль-уборщик принес Богдану и Артему победу на всероссийском робофесте. Номинация за самый креативный подход. Жюри покорил боевой настрой школьников и неожиданно серьезный взгляд на проблемы экологии. Стремление спасти природу от гибели настолько овладело у маме юных Кулибиных, что инженеры придумали в деталях устройства корабля и даже определили численность экипажа. По их мнению, ста человек хватит, чтобы управиться с огромным судном. У нас уличная батарея, он будет заряжаться. И так мы с помощью этого сможем плавать по морям, чтобы забирать нефть и ее перерабатывать. И после всероссийского триумфа юные конструкторы продолжают работу над проектом. Говорят о том, что однажды вместо пластика корабль-чистильщик воплотится в металле, а сами авторы займут место в рядах великих ученых. И может быть, школьникам удастся повторить успех 15-летней Ирины Масленниковой из Перми. Девушка изобрела карманный фиксатор, который помогает быстро наложить шину на сломанную руку или ногу. Первый прототип Ирина тоже собрала из конструктора. На конкурсе изобретателей в Японии она заняла третье место. Но главное, идеей заинтересовались спасатели. И уже идет речь о том, чтобы поставить изготовление фиксатора Масленниковой на поток. Анатолий Соколенко, Сергей Гаев, 12 канал. А мечей ждут зимние выходные. По прогнозу синоптиков, этой ночью в регионе похолодает до минус 20 градусов. В некоторых районах столбики термометров опустятся до минус 25 мороза. При этом в дневные часы температура окажется вполне комфортной. От нуля до минус 5 градусов. В регионе будет солнечно, но ожидается порывистый ветер до 15 метров в секунду. Ночные морозы продержатся до понедельника. Столь резкое похолодание специалисты объясняют приближением антициклона. Ремонт дорог в Омске начнут с центрального округа. Городская администрация объявила первые пять аукционов. В перечень вошли 10 участков, среди которых улицы Госпитальная, Красный Пахарь, Барнаульская и другие. Начальная цена всех контрактов 253,5 миллиона рублей. Всего же в этом году в рамках федеральной программы отремонтируют 37 объектов. На общую сумму почти миллиард рублей. Ударная тройка омского авангарда Кошелев-Семенов-Михеев вошла в состав сборной России для подготовки к чемпионату мира в Дании. В списке игроков есть и 51 номер красно-белочерных Максим Минеев. На сборы в Новогорск ястребы полетят 1 апреля, а уже 6 и 7 сыграют в Сочи два матча Евро-Челленджа против сборной Германии. Подготовку к майскому чемпионату мира сборная продолжит в Подмосковье, а в середине апреля сыграет два матча в Норвегии. Стоит отметить, что для омских хоккеистов эти игры – отличная возможность зарекомендовать себя и попасть в состав сборной команды России. И еще о хоккее. Виталий Меншиков останется в авангарде еще на два года. Клуб продлил контракт с защитником. Напомню, за Омску область Меншиков играет с 2017 года и в минувшем для авангарда сезоне провел 50 матчей. На его счету 44 силовых приема и 60 блокированных бросков соперника. По системе гол плюс пас Меншиков набрал 7 очков. К одинокому самцу капибары наконец-то привезли невесту. Сейчас Марфу, так зовут грызуна, держат в карантине. Зоологи следят за ее состоянием после долгой дороги. Скорее всего, животные познакомятся только через две недели. Напомню, четырехлетний Капыч, переехавший в Омский экоцентр из Новосибирска, больше года жил один. У детского зоопарка не было денег на покупку второго краснокнижного зверя. Поначалу самец был не против уединения, но спустя несколько месяцев начал страдать. Сотрудники экоцентра объявили кампанию по сбору средств, но и мечи большой активности не проявили. За полгода набралось всего полторы тысячи рублей, при том, что зверь стоит не меньше 90. На помощь страдающему Капычу пришла семья из Воронежа. Елизавета и Светлана Туровские перечислили зоопарку 90% от необходимой суммы. И у омского капибары появилась невеста. Марфу, к слову, привезли тоже из Новосибирского зоопарка. В эти выходные православные верующие отметят вербное воскресенье. Веточки уже вовсю продают на рынках, однако в этом году они еще не успели полностью распуститься. Из-за того, что Пасха наступает рано, да и погода в Омске пока зимняя. Чтобы верба зацвела к воскресенью, сибирькам нужно заранее поставить ее в воду. Вербное воскресенье традиционно отмечается за неделю до Пасхи. Другое название этого дня – вход Господень в Иерусалим. Во время входа Иисуса в Святой город люди устилали его путь пальмовыми ветками. Такая традиция была на Востоке во время встречи важных лиц. В России за неимением пальм используют вербу. Окропить святой водой ветви вербы можно будет во всех храмах и соборах Омской митрополии. А вот выбрасывать уже освещенные побеги нельзя. По церковным правилам ветви нужно сжечь или закопать в месте, где по ним не будут ходить люди. После короткой рекламы подробный прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы Час-Новости. Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Новое производство. Пластиковые окна. Одеться стильно для женщины является наилучшей возможностью выражения своей индивидуальности. В этом вам поможет БелАрт. Женская одежда российского производства. БелАрт. Континент 2. Бутик 208. Ходил раньше Павел и старый за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцени, что и склад, и магазин. Здесь каша винни. 5 лаков, 200 граммов. Всего 80 рублей. Вот это цены. Сэкономил Павел и купил всей семье новые велосипеды. Ковка. 509-017. 509-017. Только в марте. Скидка 20% на все памятники. Тумба и цветник в подарок. Дом памяти. 590-594. И о погоде. Завтра, 31 марта, по области Ивомске переменная облачность. В районах ночью до 15 градусов мороза, днем минус 4, минус 6. В Ивомске ночью до 15 градусов ниже нуля, днем минус 6, минус 8. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Таковы все новости к этому часу. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Хорошего вам дня. Субтитры создавал DimaTorzok